так ну что друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя а это попытка рождественского блога номер два я вам в каком-то видео рассказывала что мы уже ходили снимали но у нас ничего не получилось было плохое было плохое качество съемки камера подвела сегодня мы пробуем снимать на другую камеру на новую и в том случае если все получится вы увидите этот блог а если нет то не увидите вовсе вот короче говоря друзья мы идем в дистиллер дистрикт это такой район где всякие арт-объекты находятся и каждый год там устанавливают красивую рождественскую елку огромную украшают все к праздникам там просто приходят рождественские ярмарки всячески вот а так как елку эту скоро уберут наверное уже сразу после нового года после нового года или после рождества я даже убирать нам после но после рождества вот так что на днях ее уже уберут это не так как у нас до марта стоят елки поэтому нам надо успевать и мы попробуем показать вам что-нибудь симпатично интересное и надеюсь вам понравится так что вот подписывайтесь не забывайте подписываться ставить лайк и нажимать на колокольчик я загружу от трех до семи раз в неделю так друзья мы сейчас вышли на улицу на улице страшных холодина показывала плюс 5 прогнозов но на самом деле по ощущениям по крайней мере как минус 5 поэтому очень холодно и мы решили что мы на следующий раз пойдем в дистиллер дистрикт а сейчас мы просто пойдем по делам там надо больше сходить забрать посылку потом в общем мы сейчас пойдем и попробуем это у нас новый новая камера новая вообще вот этот аппарат который держит камеру поэтому мы сейчас будем проводить эксперимент потому что оператор пока еще не осилил и не может нормально управляться с ним поэтому мы все по 20 раз переснимываем к сожалению вот так что не пишите получите то что получится но тем не менее надеюсь вам будет интересно спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! и и и и и и и Короче, друзья, сегодня холодно и настолько, что я уже сегодня, когда мы вернёмся домой, мы достанем все наши тёплые курточки, потому что вот под этой курткой молотов, которую я позаимствовала у оператора, у меня ещё одна курточка и всё равно холодно, представляете, какие же это плюс 5, что за бред? Это плюс 5 по Фаренгейту, мне кажется, точно не по Цельсию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот заaa О.,ей E 대terimaTorzok Идет Vu checks, например И закрывается Grim Так, что мы делаем на видseven Би Seite 7-3 35-35 еще Причем ничего не улучшarti Зан applies you to У меня есть наше видео слайст халапинес то есть это остренькие перчики у нас совсем мало осталось что-то мы вчера не подумали купить они очень-очень вкусные и вот эта банка стоила 4 доллара 29 центов вот такая вот да здесь 375 миллилитров такие вот я обожаю огурчики называется тенге дил то есть там сами знаете огурчики такие со специями со всякими и они такие кисло-сладкие их просто обожаю не идеально вот вы видите сап нарисован идеально для всяких таких вот приколов короче говоря очень вкусные огурцы так дальше вчера когда за посылкой asos я забирать ходила смотрите какие мы нашли чипсы с черной икрой это же вообще вы как мы здесь таких просто не увидишь никогда чипсы с каким-то таким деликатесами они стоили оказалось очень дорого они 9 долларов и 3 цента вышли нам это вообще просто немыслимые деньги мы сначала хотели 2 взять потом как увидели цену сразу на 1 остановились но в честь рождества можно и потратиться как говорится дальше еще одна упаковка голубого сыра с плесенью это от бренда castello это датский сыр здесь написано dennis blue cheese сколько он стоит я не знаю не написано но это один из самых бюджетных и при этом один из самых вкусных что 5 долларов например но вот мне показывают что где-то 56 долларов он стоит канадских очень кремовый вкусный я его друзья просто в прикуску с кофе пью просто на вилочку и и в рот но сегодня мы будем делать немножко по-другому более экономно с крекерами так дальше еще один сыр мы любители сыра как вы видите и это сыр гуда смог это копченый сыр и после пожалуй голубой сыр и копченый я даже не знаю они примерно одинаковые любимцы это очень вкусный сыр если вы не пробовали копченый сыр что я вам говорю правильно очень вкусный сыр копченый так дальше еще один на пробу сыр взяли какой-то ирландский написано вот дублинер дублинер даблины на самом деле ирландский сыр от бренда carrygold очень очень вот так ой пардон у нас друзья деш-вошер работе деш-вошер работе это вот у нас посуда моется там поэтому такие звуки задают такого рода сыр когда вы видите что написано hard ripened cheese это означает что он полон вкуса он очень-очень насыщенный поэтому если вы не привыкли вам возможно покажется что он слишком терпкий даже вот но нам очень нравится такой сыр так дальше крем-крем-сыр филадельфия у нас один сыр крем-сыр филадельфия этим мы будем намазывать ну крем-сыр филадельфий вы знаете намазывать крекеры для с этим сыром суши все делают мы обожаем да тоже суши с крем-сыром так дальше вот такая вот красная рыбка куда же без нее смог сам он очень-очень вкусным шотландский написано окей шотландский без проблем дальше вот такие вот мы любим короче мясо смотрите друзья это испанские да это италия это испания короче топаз это испанский продукт это ну типа хамон видите хамон написано по-французски а это италия и это мясная нарезка копо де парма ну вот какая-то вот мы постоянно берем очень-очень вкусно назад то что тоже вот на посиделки на наши дальше никуда мы не обходимся без вот этих маленьких черри томатов без них никуда то есть это они очень вкусные сладенькие идеально для закусок так дальше мы купили еще для канапе вот это такая целая батарея мини огурцов до мини огурцов и вот смотрите друзья мы решили попробовать вместо крекеров на этот раз вот такие вот мини багеты мини бейглы то есть они уже с соленой его смотрите вдохновение откуда пришло на красную рыбу крем сыра огурчики вот оно вдохновение смотрите вот таким попробуем сегодня сделать и вот это просто хит это с солями они все запотели вот сзади может быть вы увидите это длинные такие колбаски они просто нереально вкусные но они стоят знаете таких цен что аппетит пропадет очень почему-то дорого они стоят но они очень-очень вкусные реально это натуральные и так далее вот эти из из свинки сделаны хрю-хрю порк так ну что сейчас я попробую придумать какие-нибудь сделать закуски канапе мы это все дело быстро чтобы было не так скучно и потом еще мы покажем вам результат нашу русскую тарелку как всегда и надеюсь канапе получится ну что поехали и 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 а мы все закончили зацените как все красиво выглядит мы готовы садится к столу кстати я тогда нарезала забыла вам сказать что что глядите, вы узнаете эту доску-то, это же та, которая мне в Косбокс приходила, замечательная досочка, мы, кстати, Косбокс ждем в этом месяце, так что, друзья, если вы еще не подписались, я не знаю, чего вы ждете, обязательно подписывайтесь, итак, я думаю, что мы на этом будем заканчивать наш влог, у нас уже 11 час ночи, между прочим, а мы только собираемся кушать, садиться, поэтому увидимся с вами в следующий раз, очень-очень скоро, а вы, друзья, оставайтесь в хорошем настроении, и мои кошки, где они там передают вам пламенный привет! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok